Приветствую вас, друзья мои! Для отпуска 2022 года я решила выбрать итальянский городок Пуццоли, который находится в регионе Кампания. Этот выбор был не случайный. Городок находится рядом с Неаполем и теми местами, куда я хотела съездить. Здесь тихо, спокойно, рядом море, множество пляжей и порт. И отсюда я еще планировала съездить на остров Иския и Прочеда. В городке Пуццоли сохранилось много памятников эпохи Древнего Рима, про которые я обязательно вам расскажу в следующих видео. Вы только представьте, здесь тоже есть амфитеатр Флавиев, как и в Риме. Но об этом в следующих видео. А сегодня мы отправляемся в путешествие одного дня на остров Прочеда. На пароме можно за один час добраться из городка Пуццоли до острова Прочеда. Катера и паромы ходят по расписанию несколько раз в день, так что без проблем можно уехать на остров утром, а вечером вернуться. Целого дня погулять по острову вполне достаточно. Только предварительно надо разобраться, куда идти и как добраться до основных достопримечательностей и смотровых площадок. Продолжение следует... Вон там на высоте возвышается маяк Месену. Маяк находится на высоте 65 метров над уровнем моря. Благодаря такому удобному и выгодному расположению маяк освещает залив Пуццоли и канал острова Прочеда. Маяк был установлен в 18 веке по указу короля Виктора Эммануила III. Ближе к концу Второй мировой войны маяк был разрушен немцами прямо до основания и был полностью восстановлен уже после Второй мировой войны. Поэтому сегодня мы видим не первоначальный маяк, а уже более современную его версию. С этого мыса можно осмотреть залив, увидеть остров Прочеду, Искью, Капри и даже рассмотреть вулкан Везувий. Мы были в городке Бакуле, который находится рядом с маяком, но до маяка так и не дошли. Почему же все-таки маяк называют Месену? Месен – это трубач Инея. Его мастерству завидовал Тритон. Однажды, когда корабли Инея стояли у берегов компании, Месен стал хвастаться своим мастерством. Тогда рассерженный Тритон громко затрубил свою раковину, и от этого звука Месен упал в море и утонул. Трубач необдуманно вызвал Тритона на музыкальное состязание, и за это он поплатился своей жизнью. Тело его было найдено и похоронено на вершине этого мыса, который с того момента стали называть именем Трубача. Любое с этими красотами, час пролетел быстро. Я все время простояла на палубе. Вдали уже виднеется остров Прочеда. Ну, здравствуй, дорогой мой остров. Сегодня я буду твоим гостем. Дай мне возможность увидеть всю твою красоту, и я тогда к тебе еще вернусь. Знакомство с Прочедой с моря – это отличная идея. Мы купили билет и два часа объезжали в море. Остров с небольшими остановками на купание в самых чистых водах. Мы, словно, оказались на сцене природного театра. Какие же виды открывались нашему взору? После посадки на борт катера небо потемнело, набежали тучи, закапал дождь и поднялся ветер. Но нас так увлекло путешествие, что мы этого даже не заметили и продолжили нашу прогулку. Прочеда – это один из трех островов в Неаполитанском заливе. По сравнению с другими островами, этот остров более древний и более спокойный. Это очень красивый остров с удивительными видами. Можно любоваться видами на море, красочными домами, которые выходят на гавань, полную рыбацких лодок. Красота! Длинный язык из Туфа – это Терра Мурата. Эта часть острова называется так, потому что была укреплена стеной. И стена была сделана специально для защиты населения от нападения с моря. На самом верху, почти на высоте 90 метров над уровнем моря, находится крепость Давалас. Она была построена в 15 веке вместе со стеной. Крепость же была построена для семьи магистра. Эта семья правила островом до 17 века. Также эта крепость известна как Королевский дворец. Во время правления бурбонов он был приспособлен под резиденцию короля. Король останавливался на прочиде. Остров был один из любимых мест для королевской охоты. Король здесь охотился на фазанов. Потом бурбоны в 1815 году превратили крепость в военное училище. А потом исправительную колонию. Со временем тюрьма была расширена. Там есть внутренний двор, казарма караула, здание с камерами. Эту тюрьму местные жители ласково называют замком джентльменов. В 19 веке здесь сидели итальянские революционеры. Потом в 20 веке их сменили насильники и убийцы. Тюрьма была закрыта только в 1988 году. Теперь это музей. У Прочиды есть одна особенность. Все дома цветные. Но зачем же так много цветов? История острова имеет очень древнее происхождение. Еще до нашей эры остров был заселен. Позже его часто стали посещать богатые римляне. Они очень любили отдыхать на этом прекрасном острове. Много всяких легенд связано с этим островом. Ну а что касается цветных домов, так благодаря красочным цветам каждый рыбак, возвращаясь с моря, мог увидеть свой дом издалека. Вот такая особенная и своеобразная рыбацкая деревушка. Этот очаровательный район острова находится у подножья Терра Мурата. Это очень хорошо сохранившийся комплекс 17 века. Здесь есть центральная площадь, которая часто используется летом для культурных мероприятий. Она окружена как короной многочисленными цветными рыбацкими домиками. Сверху спуститься на площадь можно только по двум улицам. Название этого района переводится с итальянского как «разбитый сосуд» из-за наличия двух входов с двух улиц. Если была какая-то опасность в виде нападения врагов, эти улицы закрывали, и враги не могли попасть на остров. А между домов пройти нельзя. Они очень плотно прижаты друг к другу. «Боже мой! Какая же здесь тишина и красота! Так и хочется сказать, остановись мгновенье, ты прекрасна!» Это настоящая радость для глаз. Множество разноцветных домов, построенных один над другом, чтобы преградить проход захватчикам. Крошечные балконы, типичные для этих мест. Прибрежные рестораны, где подают только что выловленную рыбу. Я представляю, как здесь красиво вечером. Иосиф Бродский очень точно описал суть этого маленького острова. Захолустная бухта каких-то двадцать мачт. Сушатся сети родственницы простыней. Закат. Старики в кафе смотрят футбольный матч. Синий залив пытается стать синий. Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел. После восьми набережная пуста. Синева вторгается в тот предел. За которым вспыхивает звезда. Там на скалистых склонах бегали дикие козы. Эх, жаль, что у меня нет хорошей видеокамеры. Не передает телефон той красоты, которая меня окружает. Да и увеличить ничего не могу. Здесь у нас была остановка. Мы купались в чистейшей воде. Есть пляжи на острове, до которых по суше добраться очень сложно. И это один из таких пляжей. Жизнь местных жителей Прочиды связана с морем. Если раньше главным делом мужчин была только рыбная ловля, то сейчас мужчины организовывают и проводят морские прогулки вокруг острова. Нам очень понравилась наша прогулка. Молчаливый и спокойный остров, который все время ждет возвращения рыбаков. Местная жительница нам рассказала, что сначала она ждала, когда с моря вернется ее отец, потом муж, потом сыновья. Сейчас во многих семьях молодежь разъехалась. И в рыбацкой деревушке живут одни старики. Не только сейчас молодежь уезжает, она и тогда уезжала. Но проходили годы, приходило время пенсии. И несмотря на то, что они прожили всю жизнь в других городах, люди, которые родились на этом острове, возвращаются и доживают свою жизнь здесь. Это, оказывается, для них самое лучшее место в мире. В Неаполитанском заливе три острова – Капри, Иския и Прочида. Самые знаменитые острова, конечно же, Капри, Иския. И все стараются в первую очередь посетить их. А вот про Прочиду незаслуженно забывают. И сюда приезжают только самые любопытные туристы, которые хотят окунуться в атмосферу этого самобытного острова. Загадочный и очаровательный участок земли, соединенный с Прочидой старым мостом – это остров Ивара. Именно здесь король бурбонов охотился на фазанов. На маленьком островке растут редкие растения, бегают дикие кролики и живут фазаны. Это целый заповедник, но, к сожалению, сейчас закрыт. Сегодня острова соединены между собой мостом. Периметр острова где-то три километра. Единственное здание на острове – это дом, построенный в 17 веке, который позже стал охотничьим домом бурбонов. Бухты, песчаные пляжи, обрывистые скалы – и все это чередуется с великолепными пейзажами. Пусть эта маленькая шкатулка, обрамленная сверкающим и чистым морем, как можно дольше останется такой же самобытный, прекрасный и необычный. Пусть этот остров как можно дольше сохранит свою натуральную красоту. Уже в конце нашей морской прогулки вокруг острова мы с мужем одновременно решили когда-нибудь вернуться сюда. Приехать на недельку, а не на один день, чтобы не спеша прогуляться по этому удивительному острову. Налюбовавшись островом, надышавшись его воздухом, мы возвращаемся в порт. А там через некоторое время мы вернемся в Пуцоли. После обеда, думаю, у меня останется немного времени, чтобы прогуляться по городу. И в конце, дорогие друзья, совсем небольшая крошечная прогулка по улицам острова. Я вышла на площадь мучеников. Так она была названа в честь событий, которые здесь произошли. В 1799 году в честь победы республики над французами местные жители водрузили флаг на площади. Восстание было подавлено. Тех, кто участвовал в восстании, сначала посадили в тюрьму крепость, а потом повесили. И площадь была названа в их честь, в честь мучеников. Еще несколько часов назад я со стороны моря любовалась этой частью острова. Сейчас же я стою на смотровой площадке и вижу перед собой голубое-голубое море. Когда я вижу цветные домики, я вспоминаю мое детство. Помню, как цветными карандашами я раскрашивала улицы города в моей любимой книжке-раскраске. Однажды на экскурсии мне туристка сказала, мы так много изучали архитектуру Рима, что когда приехали в Рим первый раз, нам показалось, что мы гуляем по страницам книг. Так вот мне сейчас хочется сказать, что я гуляю по книжке-раскраске. А здесь, я думаю, и комментариев не надо. Посмотрите, какая красота, какие цветные домики, балкончики, окна. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и сегодняшняя прогулка подошла к концу, дорогие мои друзья. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. И до новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok